МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга Занехацкая! Ольга Молодецкая! Ольга нефранцузская! Наша Белорусская! С чего починалась творчая история семейных ансамбля Сахонь? Идите у народ, идите в школу, и у вёску, спевайте, поднимайте эту песню, как лучше. Ольга Зене, вы все с родом, в дом у церерок все в родом. Олеж, ну вот просто не могла стрематься, как будто не подходит, трошки подспевать. Як гадавать молодшее поколение, каб яно протягивало творчую династую. Моя гоча чёрная, чёрная, чёрная. Як выйдем у всех, кто на гэтым, кто на гэтым, где так смат. Лирычная и гарезливая песня Сами Сахонь. Ой, ты дочка, ты ж моя дочка. И неполторная творчая облича их талиновитой и дружной семьи. Белорусской песне у Беларуси жить. Фольклорное шоу «Хата на хату». Будем спевать разом. Витаем вас, дороженькие наши телеглядачи, знавцы и аматоры народной песни. Наше фольклорное караоке-шоу гостюе в вашей хате. А разом зим шокованные белорусские песни, незвычайные истории, талиновитые и счастливые белорусские семьи. Сегодня, как и завсёды, мы будем спевать народные песни. Вам может подастся, что они простые, але гэта не так. За каждой такой песней – история. Наше караоке-шоу – это свой особливый археологичный срез песенной спадщины белорусов, где побачь со старожитной обрадовой песней будет гучать и сучасная аматорская. Иван Иванович, тогда и треба нагадать нашим телеглядачам и удельникам, что их чекает напереде, какие испыты будут проходить наши талиновитые семьи, и какие, всё ж таки, прысины отрымают. У першым отборочным туры фольклорного шоу «Хата на хату» наши ведучие отправляются у подорожи по Беларуси, у пушуках ярких, дружных, талиновитых семья у дельниц нашей программы. Семьи, якие выберы наши профессийные журы, сыдутся у музыкальных батлах, спелных конкурсах и битвах талинтов. Саправды пойде «Хата на хату». По вынеках гэтых спаборниц, твал чатыры сямьи мы запросим у столицу, дзе будзе отбывацца падрыхтовка дэ вяликага финальнага концерта с запрошанными зорками беларускай эстрады и фольклору. И ўсё гэта дзеля таго, капотым на вяликай сцене на ўсю краину продемонстрываць ўсё хараство беларускай песни и паказаць свою сямью ва ўсёй красе. У народе кажыць, чалавек без працы, што птушка без крылаў, а ў нашым шоу кажыць иначэй. Чалавек без песни, што птушка без крылаў. Ну то полетели, не переключайтеся! Коли песни гучыць, душа отпочивая. А лешты и семья, які дали сгоду на ўдил ў нашым фольклорным караоке шоу, уступают ўсё правдна ўс паборництва заголовны прыс. Сямья, якая пройды ўсё испыты, пираможа ўа ўсёх конкурсах и батлах, отримая прыс от пачынок санаторий Республики Беларусь на Радчанка. Санаторий Республики Беларусь на Радчанка Санаторий Республики Беларусь на Радчанка Эффективное лячэння, смачная здоровая ёжа, комфортные умовы проживанні, доброзачливное ставлення, сприяльны и экологічны и природны факторы. У пошуках заправдных талентов и дивных спеваў мы отправляемся ў Гродненскую в область, каб познаёмить вас с новыми семьями и новыми песнями. Неповторный городенский край, багатый старожитными замками, августовскім каналам, сучасным фольклорным фестивалям національных культур. И гэта ўсё? Не, Ларисочка, не толькі, а ёшэ италіновітымі, музычна адоранымі семьями. Ну то паўэхалі! Паўэхалі! Паўчаш матлікік іхвандрованню па Беларусі, мне довелося пакаштаваць вады з синяга калодзе жана Гомельшыня, з блакітной крынице на Могилёвшыне, піць ваду святой крынице пад Лагойском, окунуцца ў купель Жыровецкага монастыра, але я глыбока піраканану тым, што самай невычэрпной крыницеў зяўляецца талянт беларускага народа. Той, хто адной, чы зачэрпну гэтый чаровныў вадіцы, не заботіцца на яе ніколі. Я спустракаўся с фольклорными каліктывамі, с сямейными гуртамі, асобамі, які займаліся ткацтам, саламоплеценнім, прадзеннім, вязаннім і гэтак далей, але ўсіх ёх аб'ядновала адно – любов до беларускай народной песні. Цікава, ти перадаецца талянт ўспадчына? Нариса, наші перадачы піраканавшы свечыць про тое, што минавіто так. Тады, коли затоў всталам садать бабуля і внучка, дед і унок, абу бацька і сын. Минавіто так адбываецца ў сямьі Сахонь, да якой мы завіталі ў гості. А живе гэта сямья ў пасёлку Маладёжны Лицкага районна Гродненскай в області. А мы ж при нём амскака краю, де бусил над хатой лятае, де песнею святою будень, де ёске пылее мы будем. Наш край при нём амскія каска, мы просим до нас калі ласка. Добрый день вам гості, мы біцать вас рады, ко бракою шасне цякло ваші хаты. Собралися сёня, вы на нашу свято, бывайте здоровы, живете богато. Собралися сёня, вы на нашу свято, бывайте здоровы, живете богато. Рады ми вітать вас в нашій родной хате, нашим караваєм вас почаставаті. Спокойте. А ка вам у нас пилося, елося і більш хотелося, запрашаєм вас пройти под нашим семейным ручником. Зараз у гостях у сімні Лідія Вікторна Сахонь. Пані Ліда, я гляджу, у вас така дружна семья великая. Расскажіть нам, хто за столом сядить? Познаємте нас. Коли знаєміць, починаєм з самого головного чоловіка з цієї сімні. Вось, зверніть увагу, це найкращий муж, найкращий дядуля у городі Ліда. Можна вату, в родинській в області, я так думаю. А чому? Разумеється, самі. Вось цей дом, амаль сам там усе зробив, вибудував своїми ручками. Моими ручками, да? Да. Дявчинки да, помогали, носили, тягали, усе, што треба. Садок бачите, посадзів, так само єсь. Сына, родю і вирощу. Ну, вигадавав, це саме, бось. Ну, а які йон дядуля, ви білядали. Вон, одразу навчуся дід говорить, він, каторий бун-бун там говорить всі. Ага. Одно слово, так. А дід був. А де ви такого вишукали? Такий ось, скарб? Такий скарб був, білядець, таде називався, спеціту 196. Це перший ліцей гадавжа. І там так само треба було мостатську самодійність, а їх не було керівника, і завча, яка перейшла з нашої школи сюди. Я її переманіли, і вона мене хутенько туди. Так само. Я кажу, ну, не можу, я з школи, у нас їх, я як патріот, пішла на віску працювати, там чудовно було, а якщо я не поспіваю, я їздила в Бердовку автобусом, я кажу, ми вам і машину все дадим, тільки вось я приїжджаю, і приходять всі хлопці молоді, майстри, ой, вибор такі. Ну, а ми ж пригожем, я ж не виріша ж така була, мені ж було і 18, мені ж було і 18, мені ж було і 16. Ой, ви здається і тебе першого сім. Так ви вибирали самого пригожжу, ці самого рукастого. Ні, я прийшла, і он прийшов на репетицію, і так гляджусь, треба було прослухати їх усіх, ну, трошки не туди, а лиш пригожа хлопена. Добре, а ось гэти, ось гэти, ось гэти, ну, і вони у мене шпівали, шмат, їх було всі молоді, я тільки відкрилася тоді, якась навчальна установа, і вось вяжу на наступну репетицію, новою рубашу, наступну, і знову новою, і кажа, он новий, самій першій, а діток було, в мусі 60-70 хор такі віалікі, і він стоїть, своїх дітей приведзе їх посадить, пералічить, і так тихо, і мені було добре працювати, тому що дисципліна була цюдовна, і мені не боліла галава про гэта. І ось так, за тим пішли співаць, і на ваць, як сьогодні помню, «Эхо любви», ми співалі з ним на конкурсі разом, і за тим гэта пісня засталася в наші сім'єй заїм, і ми кожний год, кожна якою святка, ті штось, все дай бізні, а бізня, ми тепер спомнюємо, «Меха, Меха», «Меха», «Меха, Меха, Меха, Меха» «Меха, Меха, Меха, Меха» «Меха, Меха, 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 Меха» «Меха, Меха, 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 Меха» «Мне здається, я найровні, а близнято». «Меха, розніца». «Завсё доказали, так, що ми вельмі подобні». «Меха, зі стрічки, зі стрічки, я на розніцю є». «Я почала одна з перших у нашому семянному ансамблі, потім Віталік появився, з'явився Олечка, потім трохи мені веселі була. А так треба було… «Мені з дієнці у нас, ой. А чому чому? Це венеці кава, тому що…» «Такий край нормалів Realни. Такий край, да». «Ми знаходимся в такий країн, в хворайми єсть «Месьца» і польській, і русській, і беларускій. Есть такая фотография, где стоите мама, тата и я. Это было первое наше выступление в Белограде. Потом мы ездили, очень часто выступали по Беларуси, так же за Межу ездили. Ну, спевали завсюду, мы взматули, потом Олечка трохи подросла, так же до нас доучилась. Мы спевали, тата отказывала у нас завсюду за ударные инструменты, а Виталик скакал. Трохи позднее у меня родилась одна датушка, позднее другая. Когда мы защищали звание народного, на сцене стояла одна с лыжками, так же начинала с лыжок, а другая уже в середине, в матуле под сердцем, так же стояла на сцене, так же с нами с семьей защищала звание народного. Там было все отлично. Ну, счастливица, счастливица. С самого народжения, вось, и до датушек. Маю надею до внуков так само, чтобы здесь сдавать. А каких звать? Старейшую Катюшка, а Молошую Дарья. Катя, Рина, Дарья. Так, Кольки, слов про Молошу. Ну, а теперь, а можно, ой, это же мой вонарь. Пибоня, пибоня. Можно сказать, что церковь сейчас працюю в лицее. Из якого починала Матуля. Ну, Матуля. Пироемность такая. Я ее завсюду с собой вела, и я там дрыжировала хором, и коли мы приезжали на вёску, там в оболюсе я чекаюсь, коровок чекаюсь, я ее поставят на камень там, ну, спевая. И она вообще приехала, что по-русски все, я все бросила, и кажла, а кем ты будешь, как вырастешь, я буду руками махать. Как мама, руками махать. Я буду руками махать. Ой, какая хорошая профессия, руками махать. Ну, да, вот выросла, махала, и я нарушаю ее, так вы, там, и она створила ансамбль, или у вас какие есть? Ансамбль Карани, так, в своем ансамбле мы так само шукаем с детьми, выезжаем в экспедиции, сбираем наш фольклор. И выступаем, ну, на республике вот в этом годе наше кора не первое место. Вот хочется обовязково послухать, то есть, что вы там набирали. Послухаем, послухаем. Я так отчуваю, что мы еще не с�ьми познаемились, у нас еще за столом судовные хлопцы. Ну, х�, нет. Ну, а папарац, когда. Гето, мы родилась, Гето. Гето? Гето, ты родим на хлопцов. Да чуть-чуть подчатку, она мне проводила, не доходит, не проходит. это мой муж зима познакомились университете культуры так что мы люди с культуры уже отразу и тут уже окажет не попишешь сын будет так сама напоена музыкантом боу такой семье наша семья важен до бабуля дядю не успевать что мы сможем музыканты он так и он уже на фон уже его будучи не выражено вам мусить на веселье подарили канты потому что кажутся дару вам канты к были у три сыны и усе музыканты а дядюшка такие прихожие понимаете как тут выпадешь но и он не был выпадковать упаковом и зимураем спираем довольно не упомянулся а вот и не марси а братья так самая на всю самая такие моменты отказанные так Такая посада, да? Человек-допомога. Ну, допомога, затягивайте мелодию семейную какую-нибудь. Мы делаем вала, мы говорим вала. Против милого стояла, разговаривала. Ах, коваль молодых, меня закохался. Янухату зайшел, забеж закохался. Янухату зайшел, забеж закохался. Вы делаем вала, мы говорим вала. Против милого стояла, разговаривала. Коваль на боку, а я хату мяту. Коваль на боку, а я хату мяту. За коваль на мяту и коваль на боку. Вы делаем вала, мы говорим вала. Против милого стояла, разговаривала. Против милого стояла, разговаривала. Ой, доню моя, что за печу шепча? Ой, мамка моя, хоть сметану хлебче. Ой, мамка моя, хоть сметану хлебче. Вы делаем вала, мы говорим вала. Против милого стояла, разговаривала. Против милого стояла, разговаривала. В этой штабе, мамка, ты за свою ласку. В этой штабе, мамка моя, хоть сметану хлебче. Вы делаем вала, мы говорим вала. Против милого стояла, разговаривала. Против милого стояла, разговаривала. Лидия Викторовна, просто я узгадала, она вот эти слова, другий вариант ведала. Олеж, ну вот просто не могла стрематься, как будто не подходит, трошки подспевать. Задованный настрой. Вы глядите фольклорное шоу «Гата на хату». Сегодня мы гостюем на Гродинщине у талиновитой семьи Сахонь. Лидия Викторовна, когда можно несколько слов про то, как утворился ваш семейный ансамбль? Что он собой являет, кто сюда выходит, когда он утворился? Коротенько, когда можно, расскажите. По-перше, мы не думали створать семейный ансамбль фольклорный, но эта песня народная жила в нашем сердце. И пошла она от того, что дядуля с бабулей, насколько я себе памятаю малой, долгими вечерами спевали песни. Мама сказала, красный, дядулька шил, такие бурочки назывались. Так как тепло у ножки было, аго деткам у нас было четыре, у него три-два чушки и с нулька. Ях эти песни, они у меня были, ну, всю жизнь сопровождали. И одной же у школы уже девушатки пошли, нас попросили выступить, поспевать. Тады у тебя первых нема таких самодельных уже коллективов не просить. У школах были конкурсы. А некоторые такие чудовищные были конкурсы. И хоровые, хоры были великие у школах. Спевала школа, спевал народ. И сказали, ну, колеласка. Спевая школа, спевая народ. Ну, там что там сидрой шок, все сказали, мы кончали свою научальную установку. Идите у народ, идите у школы, у вёску, спевайте, поднимайте эту песню. И вось мы пошли выступить за школу. Так организатора требовало подтримать. Самый маленький был у нас Виталик. Вось он может... И мы вот такие малюсенькие, и мы ему дали лыжечки. И сказали, вось пойдем на сцену. И вось он повинен был на лыжечках штукать. А девчинки спевать. Вось такие, вось такие будут. Трошки больше, какие чуете, там мне подказывает баба-баба. Это наступное поколение уже подкопливает родители, да? Ну так само дадим ему лыжки, нехай починаю, бо счастливый будем с этими лыжками. Наш коллектив вывел у людей. И вось, коли все начали спевать, он пошел на сцену. Як так? Батька его тримает, а он рвется. В конце концов это начал плакать. Батька же не пустил. А тогда уже нужно выходить, а он плачет, не пойду. Батька его взял, вывел на руки. На него принес, поставил, дали ему лыжки. И он вот эти лыжки у баки и сказал, мама, ты кепская. И пошел все плакать, все шемоцней. Усе в зале смеются. Мы не ведем, что же делать, разгубились. А все нам столько аплодисментов от этого выступления нашего Виталика. Ну и что делать? Давай мы играть. Тую польку уже играем. И он кричитик может, а мы спеваем, танцуем, пританцовываем. Ну и что вы думаете? Да, в конце концов уже и полька-то окончилась, а он плачет. Ну батька его взял на барабан. Может, это его самый. И он у нас это первый. Легендарный. Ну, посадил на барабан его и понес. Али стольки было аплодисментов. Такое интересное первое выступление было, что нас запросили далей. И мы отрывали в городе первое место. Разумеется. Вот все. Можно больше не сказать, что самым гениальным открытием человечества было выноходництво Кола. Оно придало динамику развитию и самой цивилизации, и культуры. Кола стала с того часа символом развития и выбрала в себе и одночасово мужчинский и женочий початок. Это взялось как раз с астрономии. Человек глядя его неба. И бачу полный диск Солнца, який нагадывало это Кола. А так само диск полный месяц в ночи. И поэтому вот этот мужчинский початок Солнца уже ночью початок, месяц. И оно у вас облилось и на вот этих колах, которые мы бачим вот на нашей садибе. Колы со звучайной, так сказать, полоски. Тут, коли уважливо приглядеться мужчинский початок спицы, само по себе кола, и то и вось, это же ночью початок. По этим стягам часу разведце кола привело до того, что навык начали з'являться и у экономицы, и в господарни, непосредственно на керунке, так сказать, женочего початку и мужчинского. Коли мы уважливо поглядем с вами по нашему подворку, то мы бачим, стоять побачь цичкарня, там, где мужчина прикладывал свое намаганье, и треба было сдрабнить солому. Побачь лежать некольки каменев вытесанных так само, и это был млин мясовый. Коли треба было рыхтовать до веселья весельный каравай, то господар приносил в мешок муки пшаничной, так сказать, и ператирали. Довгими зимовыми вечерами женщина сидела за кросными, спочатку, так сказать, и ткала ручники. Але для того, чтобы выткать этот ручник, треба было еще не один тыдень посидеть за этим вот цикавым пристосованием, которое называется колаурот. И снова таки, зверните увагу, тут мы бачим той самой дыр солнцем, и тут мы бачим той самой полмесяц. И вот оно все знитовано в одно целое, и отсюль, так сказать, прадива, да, женщина правила, правила, правила без конца до мозолёв, так сказать, а это кола часу вертелась, вертелась и вертелась. Я за всем не упадково говорю, что кола часу, потому что, коли мы уважливо с вами приглядимся до того, как побудовано это кола, то мы бачим, что это наш с вами календар. Купальня, это коляды, ликдень, багаж и все остальные святы нашего календара. Дзивные господары живут на нашей земле, да дзивные семьи мы завитали у гостя. Чому? Потому что их подворок – это кола, их бассейн – это кола, там, где, так сказать, их мангал зробленный стоят так само два горшки, так само символ кола. И, нареште, та семья, якая избирается на великие святы, або в недельку подчастоваться, поласываться за гэтым столом, снова таки обопирается на два колы и заходит за гэтый семейный стол, так само только по солнцу, только колом. Поэтому хочется сказать, что, как частей заходили сюда суседи, как частей они избирались за гэтым колом, и, как жалейше долга нашей традиции, и за гэтым прыгожим столом спевалися венок белорусских песням. Лидия Викторовна. Лидия Викторовна, у меня вельми закранули слова, яке вы сказали про бабулю, деда. Некольких слов, вот, цикавая история. Рассказывали про песню, якую выконывали тогда, когда бабуля сидела за кростом и ткала. Что там за история такая у вас была, а? А, ну я же датушка была прикладная, такая, я так старалась, а маме, да, помогли, она меня засадить под кростом, ну и, конечно, дождечку подавай. Дожденька, возик, 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 и я там сижу, мучаюсь, ну вот, там, то, что там, упало, что сети, то, что подай ниточку, ну вот, и сумма у меня было, али я старалась, старалась, али мне так хотелось за ты кростом, самой, самой, ой, видите. Ну, все-таки сели? Да, я теперь, когда ты где-то кразуныевик, я ну все просит, я мне все дозволяю. Ага. Вот это ж было прикро, мне дады. И кальматуля, раз пошла давить к руку, я тихенько, худенько туда и села. Кростный. И той челночок, и туда, и сюда. И мне так прыгож отримался, он упал, я залезла, вот достала еще раз, кальматуля пришла. Я не знаю, почему она меня сбила тогда в черный яблок. А что все-таки она робила тогда? Али она оттыкала ты, я кростом, но я не знаю, может и целый ты день. А моя доченька, а моя миленька, она и не только ты обрывала, и доставала, ой, ой, кольки обеды. Да чушка пять минут посадила за кростом. Али задавали, нет, нет. А что за песни спевали в этот час? Тадыкали прояли, ткали. Я думаю, что невеселые такие, разумеете, это ж требует ткать, все спевать. Ну, засеруженно все, да? Ну, помогал. Ну, хоть одну, хоть одну з них. Не ритмичные? Такая-то. Видите, прокахали за все, да спевали. Ооо. Ну, не за все, да было счастливое. Что в сердце Жаншины? А чему это мне? Замуж пойдешь, не вернется, такая песня. И думаю, вот чему она оттуда и спевала. А я, разумею, только тадыкали мне Светланка народилась. До Нового года оставался месяц. И она плачет на Новый год, все скачут кругом. А я все наше… А что я знала? А что замужем лихая? Все гуляют. Ну, а я… А я… И шлететь песни не спеваю в Калаханке. Все, я дать ноль. Баги. Не, ну ты просевайте. Ну, колеласку, давайте песню. Вы же метаете добрая. Ну, я не верю. Ой, ты месяц, ты месячина, Чему так раненько взошел? И освятил всю долину, А сам за хмарочку зашел. А у той далие стоит хатина, А над хатиной шумит гай. Там мать и дочку провожала, Дочка заплакана была. Ой, ты дочка, ты ж моя дочка, Няша сна долечка твоя. А все хлопчики з войны пришли, А твоего мила ганяма. А все девчаты замуж вышли, А ты засталась одна. Ой, ты месяц, ты месячина, Чему так раненько взошел? И освятил всю долину, А сам за хмарочку зашел. Нашей песней самой першей была песня «Три крыничаньки». Як бачите, две судовные дачушки у нас народилися. Ну, я третья так сама ж. И вось про гэтых троих девчат и была гэтая песня. Ой, у поля три крыничаньки, Там стояли три дзявичаньки. Чарнявая, дебялявая, Три царуса кучаравая. Чарнявая, дебялявая, Три царуса кучаравая. Чарнявая, дебялявая, Три царуса кучаравая. Звучит песня «Три царуса кучаравая. Три царуса кучаравая, Три царуса кучаравая. Неусетые поженились, Что любилися, кахалися. Половина тых садов цветут, Которые распускались. Половина поженились, Что от роду не видалися. Половина поженились, Что от роду не видалися. Сегодня у меня чудовный день, Что ни крок, то некая дзява. Вось одно из них. Я мусить у некий музей трапила сегодня. Лидия Викторовна, что это за речи, И откуда они тут взялись? Разумеется, мы выросли, Что не пустим наш род на взвод, Бо мы белорусский народ. И вось усём. Яна родилась у вёсцы мыто. Мой тата Виктор Шелковский, Мама Ева Михайловна, Яны заховывали их этой традиции, Яны працавали, Яны берагли усё. Цепер их светлой памяти нема. Мы только приезжаем у той родный дом, где мы выросли, выгадывались. И остались там только образы, перед какими-то всё доклеенчили. Тата и мама. И разом с нами мы все детки. Каля их. А всё остальное мы собрались с собой. Вось гэта буйка. Яким масло били. Я думаю, многие ведают, или некоторые мы жена в это не ведают. Или это так нас еднало детей, потому что мы бухали, бухали поколь тое масло. Я так сама бухала. Бухать, ну, и разом. А я кое смашина была, ну, и сам сделаешь и сам тое масло. Я вот думаю, а это в ипадкам не музычный инструмент? Ну так вот, а почему? Я угадала. Я угадала. Приходили все детки малые, были, они вот так бухали, мы играли, а они на сильную долю. Ага, это ударный инструмент. Ух, ударный, да. Мы за солодой послухали старейшее поколение этой семьи, середнее, и зараз надошел час послухать молодшее поколение. Те умеете выспевать, девчаты? Нет. Ага, ну тогда демонструйте в своем мастерстве. Ага, ну тогда демонструйте в своем мастерстве. Ага, ну тогда демонструйте в своем мастерстве. ПЕСНЯ 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 далекатенькие таки маленькие склонника там уже специально забили лета у нас есть такие велики матулинки якиса правда разумеется может тому что я носу грея это все мамина ну я с разумеем и дайте поглядевши на этой музычные инструменты я разумею что у этой семьи заховывать не только песню али и речи якие служили не только в этой семье али и ихным дядам и прадедам лидия викторна кольки филен тому назад старейшая датушка рассказывала про то и к нам ездила по районе по в области сбирала фольклорная песня своими детками а я хотел бы попросить вас как вы узгадали яку ваша мясо власти не кали клевые шибали малой тут ходили накаля давали я ходили на велик день и вы такое слово шоковано назвали об хотел как бы трошки про это рассказали рассказали разумеете навесцы мы не ведаю люди не открытое такое сердце и все и хату символе открытые коли приходили вла свята но велик день у нас называется я ведаю про кого слова хотят мы ходим мой тата галыковать и он сбирал звездки все я можешь видать у видна весы кто там спевая кто таки голосистые все приходили новичка пошли и я нашли а я уже выходит чисто дела мы на хуторе жили это сачка там далек и чакала кали велик день это такое свято кали у хату не заходит на калятке идуть по хатах а на велик не и вася не подходит подкушку хату и чуя валяля я уже я и биржу и там меньшую знать им дают яйки я недалее идуть и вось и так песка кончается заходили все тады до нас у нас похоликует еще под окном по голосу и там постараюсь но ему же не запрашали у нас дали лену же пони с тобой еще ты скарбит и яйки ой у нас вот так шматых червонных и нор и на его не там было все а можно так сам проспевается хоть одностых калятных песен а учу раз вячу раз засвятила зоро а учу раз вячу разосвятила зоро засвятила за разосвятила свету звезти а лена ну а свету звезти а лена свету звезти а лена epic Христос народився, свету взвеселився, Христос народився, Христос народився, Христос народився, Христос народжение, людям на сбавление, Христос народжение, людям на сбавление, людям на сбавление. думаете девчонки я не так там и передать у себя так и ладная песня не главное так так уже не ведаешь а мы с вами я такие же сегодня мы неодноразово бачили как наши молодые артисты выкористовали вот это уникальные речи и якости музычных инструментов на самое справа ложка сопровождала человека по всем его житте народилась и десятка я только его заявлявся первый звук росны батька в обоисковом парадку приносил и дарил лыжку якая потом будет идти с гатым человеком по житте давайте узнаем некоторые позиции ну например приходит сейчас веселье и тогда на другой день проводился обратно к термав шукованную назву калинка приносилася мясо с горелкой взять брау лыжку и наливаю учарку мать и невесты 100 граммов так сказать я требовала благосково выпить это теперь поглядите вагу на текавую колечность или девчонок я ее дачушка была снотливой и он наливал с целой так сайт лыжки да алиж она была не снотливая то тады дин брау лыжку я кое-что было загаде зароблено оттули на девочка и он наливал так стать и все люди бачили что ага оказывается девчонок была уже грешная коли человек так собирался у войска то он брал зло таки собой святую индивидуальную лыжку и на протягу все и службы термал ее таксица за халявы и еще один вельми важный нюанс кали накрывался святочный стол весельный лыжка клалася вот так выемкой у вверх як только мы взбиралися с вами сервировать поминальный стол это же самая лыжка клалася вот так перевернутой то есть закатилась ясная соника и еще кали помирал стал старый человек то лыжку передавали унуку от деда унуку в этом самом хотели сказать что он у наследует таких самых лёс долгий прыгожий счастливый або на двород но ты мне меньше передавалась и нареште калле лыжка так стать выходила ну скажем служитку вот так тут да то и только один раз на год на купальским вогниши спаливали экс остарелую речь якая больше не будет выкористоваться у житте я вот зауважила девчонки сидять оле ну таких хорошеньких строчках я еще на на аганку при приметила от коль у вас у я вот зауважила и где-то и пригожая такие сценичные костюмы а лишь девчонки ну просто тут кто им забил в этой строчке уже матулька я на ее таки приглядая где на и куда где не поедем знаю за отбывалось и так коли оля закончена университет культуры и на пришла до нас и стала керамником нашего семейного ансамбля за все за весь час до этого у нас своих строю не было и минавито я на вырошала в этом пытанию не платную заняться ну и вось и расстроить як она дошла до я подоглядела скажу правду подоглядела что есть такие коллективы яки шьют себе спадницы с хусток и взял чат это просто такие ткань для хусток али мы зарабили им спадницы и прожили оборучку крылом закрыть что у рулонах провалите и густки а такая ткани на можно было купить или наука на волосы кусты и просто мы снизу прошли оборучку якую купили и блузки так само но блузки и конечно нам трошку то помогли наши не знаю на яке уже шею это было это текали рука не набита может это для дела си смешно то так само бачите все пашито куплено по отдельности и нашита и выглядаем это и таки мы езжайны народ не народная лицарь таки сценичную двое я просто отчуваю сердцем что вы передали дух минавито вот такими строчками своего региона и дарычи и вось гэты строю вас так сама ну может на высоким узровневе метров из ровли на то и вам пасу это фольклорное шоу а то на хату мы протягиваем раскрывать сокрыты дружной и гостиной семьи сахонь и вя дома спевать зиме песни пани лида мы вот я приехали с дороги голодные уже на блука и наблудили по ваших дорогах тут у все было у всякая думаем ну вот одразу зашли сюды побачили стол и ведаете за песнями я забылася что я одразу моего коза уважила супницу а супница теперь на столе такая редкость ведаете только часом больше шеку сервантах стоять и никто ими не корыста яйца вось налить одразу зрон доля и усе и поедут а тут бачу супница усе як як можно сказать мая быть расскажите калиласка корыста этися в ее частоте только и тому что мы приехали и что там есть разумеется что ты гэта ж так сама вот от нашего узнагорода за ну выступали мы на песты за выступление мы за первое месяце и нам вось таки подарили подарунок и теперь гэта наша семерянная реликвия за все дыбеленьки на все святы на все ну так наливай а гэта а вось гэта так сама капуста я нашла все дыкапусточка была у наших батьков и тушится и на вельми смешно травы постраду ваше рассказывать не кому не рассказывать коротеть тутейшая тутейшая справа с закрытыми кухарскую ну так это так алироби суп каже кожному полежу по косточцы все по лично кожному по косточцы усим хобби что так мне самую великую костку копья грызла и молчала мы от дядов гармоник поважаем и поважаем мы своих дядов там и на гармонику заиграем и вспомним молодость далеких тых году добрый день людмилочка каким лесом суды по соседству живем музыку учу и пришла послухать и тогда часто бываю часто x ну и кто кучу и прохожу их тюкать и нахожусь от не надоели один одному не люблю соседей за расправили музыку за расправили но хотят хоть одну песню какую спеваете разум попробуем не хвалитесь а давайте хоть одно поспробуем а давайте поспробуем мой песню на моей бабуле якую сесть и воде усе 8 и какие-то нас приходят слова 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 там такие запомнили запомнили я не ведаю что прокладе это я слову отзначает или слова такие девчонки забирайте а Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.